Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников и их автобиографии. Теофиль Тео Ван Рисельберг, бельгийский художник, сыгравший ключевую роль на европейской художественной сцене на рубеже 20 века. Я пользуюсь и петь. Родился 23 ноября 1862 года во франкоговорящей буржуазной семье. Сначала учился в академии Гентову Тео Коннельде, а с 1879 года в Королевской академии изящных искусств Брюсселе под руководством Жана Франсуа Портеля. Североафриканские портреты Портеля положили начало ориентаристской моде в Бельгии. Они оказали сильное влияние на молодого Тео Ван Рисельберг. В период с 1882 по 1888 год он совершил три поездки в Марокко, пробыв там общей сложности полтора года. В возрасте всего 18 лет участвовал в салоне в день, показав два портрета. Вскоре он выработает свой собственный реалистический стиль, родственный импрессионизм. В 1881 году впервые выставился на салоне в Брюсселе. Много путешествовал по Испании и Марокко вместе с своим другом Франсом Шарле и астурийским художником Дарио де Регес. Особенно восхищался старыми мастерами из музея Брат. В конце 1882 года переехал в Танже, это Марокко. Перед ним открылся совершенно новый мир, такой близкий к Европе и в то же время совершенно другой. Он оставался там в течение четырех месяцев, рисуя живописные сцены на улице. Вернувшись в Бельгию, показал около 30 работ из своей поездки на выставку. В апреле 1883 выставил эти сцены поседневной средиземноморской жизни в салоне Лайссор в Брюсселе перед восторженной публикой. Примерно в это же время он подружился с писателем и поэтом Эмилем Берхереном, которого позже он несколько раз изобразил. В сентябре 1883 года отправился в Харлем, чтобы изучать свет по работе Франца Хальса. Точная передача света продолжала занимать его мысли. Там он познакомился с американским художником Уильямом Меритом Чейзом. Тео Ван Рисельберг был одним из выдающихся соучредителей бельгийского художественного кружка Лес-20. Это был кружок молодых художников-радикалов, находившихся под патронажем бруссельского юриста и любителей искусств Октова Маус. Они восстали против устаревшего академизма того времени и преобладающих художественных стандартов. Среди них наиболее известными участниками были Джеймс Энсор, Вилли Финч, Фернан Хнопф, Фельсиен Роллс, а позже Агюст Роден и Поль Синьяк. Это членство привело Ван Рисельберга к контакту с другими радикальными художниками, такими как Джеймс Эбботт Макмилл Уистлер, который выставлялся в Лес-20 в 1884 году. В ноябре 1883 он снова уехал в Танжер. В апреле 1884 он посетил Андалусию в компании американского художника Джона Сингера Саржента и джентльмена живописца Ральфа Кертис. Его большая экзотическая картина «Арабская фантазия», тема, введенная Женом Делакруа, является его самой известной работой этого периода. Следующие портреты выполнены в довольно приглушенных тонах с использованием различных оттенков черного или фиолетового, контрастирующих со светлыми тонами. Он открыл на себя технику пуантилизма, когда увидел работы Жоржа Сера на 8-й выставке «Импрессиониста Парижа» в 1886 году. Ресельберг отказался от реализма и стал адептом пуантилизма. Это иногда приводило его к серьезным конфликтам с Джеймсом Энсером. В 1887 году он уже экспериментировал с этим стилем. Затем он обратился к портретной живой, результатом чего стала серия замечательных портретов в стиле нео-импрессионизма. Его знаменитый портрет Алисы Се в глубых и золотых тонах станет поворотным моментом в его жизни. На этот раз он использовал на портрете только точки. Женился на Марии Маном в 1889 году. Отправился в свадебное путешествие на Юканго и затем в Британию. Встречался с Тео Ван Гогом в Париже и таким образом ему удалось пригласить Винсента Ван Гога на следующую выставку в Брюсселе. Помимо портретов в этот период он написал множество пейзажей. Совершил длительные поездки в Афины, Константинополь, Венгрию, Румынию, Москву, Санкт-Петербург. В последние годы 1890-х годов Тео Ван Ресельберг достиг апогеи своей нео-импрессионистской техники. Постепенно он отказался от использования точек в своих портретах и пейзажах и начал применять несколько более широкие мазки. В конце своей жизни он также обратился к портретной скульптуре, такой как голова Андрея Жида. Умер в Сан-Клере, Франция 14 декабря 1926 года. Был похоронен на кладбище Лаванду рядом со своим другом и художником Андреем Эдмоном Кроссом. Большая часть работ одного из величайших художников нео-импрессионистов до сих пор находится в частной коллекции. Вот так вкратце из переводной википедии о бельгийском художнике, который сыграл ключевую роль на европейской художественной сцене на рубеже 20 века Теофиль Тео Ван Ресельберг. Пока-пока, до свидания.